Первый полусредний вес больше 43,5 килограмма. Юрий Кьяль, Финляндия, и Эктер Винен, Куба. Конечно, специалисты понимали, что финскому боксеру будет тяжело в поединке с кубинцем, с олимпийским чемпионом, но верили в то, что родные стены помогают. Тем не менее, сразу же стало ясно, что финскому боксеру не выиграть у Эктера Винента. Эктер Винент в полуфинале выиграл у боксера из Германии, Оксая Уртала. В его активе 172 боя, 149 побед. И так, как я уже сказал, он чемпион олимпийских игр в Барселоне. Был чемпионом мира среди юниоров 3 года назад. И 4 года назад на чемпионате мира среди юниоров выиграл бронзовый медаль. Юрий Кьяль, его тренирует Риско Меронен. На 3-й Макдаун. Он неожиданный резкий удар эктера Винента и финский боксер Макдаун. Он тоже достаточно известен. Он бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне. Дошел до четвертинала на чемпионате мира в 1991 году. В полуфинале выиграл у нашего боксера, россиянина Олега Саитова, к сожалению. Тут поддерживает, как вы слышали, Юрий Кьялья. Но еще один нокдаун. Нокдаун. Счет уже 5-1 за Кубинского боксера. Дважды финский спортсмен побывал в нокдауне. К сожалению, ни один из российских боксеров не дошел до финала. Четверо были в полуфиналах и отстали бронзовыми призерами. Тренер сборной России, известный в прошлом боксере, однократный чемпион Советского Союза Николай Кромов, в общем-то и предсказывал, рассчитывал именно на 4 медали. Но считал, что на желто быть мы не рассчитывали, но в любом случае, наверное, серебряную медаль должны были получить. Была надежда на Владислава Антонова и на пожиловеса Евгения Белоруссия. Но, увы, порчий спорт. Это, может быть, банальная фраза, но она верна. Вот видите, как здесь, выражаясь с футбольным языком, игра идет в одни ворота. Семь один из-за пользы Эктора Винента, кубинского спортсмена. Но и, увы, стены дворца спорта в Кампере не помогли финскому боксеру Юрию Кьялину. И мне думается, что Олег Саитов мог выиграть у финского спортсмена в полуфинале. Очередная золотая медаль кубинской сборной. Эктор Винент. 7-1. Окончательный счет. Чемпион мира в первом полусреднем весе. Ну что ж, Юрий Кьяль может быть тоже в какой-то мере доволен. Бронзовая медаль в Барселоне. И вот здесь, где я был медаль чемпионата мира. Мощный удар. Аперкот. Снизу по корпусу. И макдаун. Не на эти галунки. И последний.